Идея возникновения добровольческого Уральского танкового корпуса возникло в дни завершения разгрома гитлерских войск под Сталинградом. В газете «Уральский рабочий» 16 января 1943 года была опубликована заметка «Танковый корпус сверхплана», в которой говорилось, что рабочие танкограды готовы выпустить сверхплана целый танковый корпус, одновременно обучить своих же рабочих водителями-танкистами. 24 февраля 1943 года из Москвы пришла ответная телеграмма. Ваше предложение о формировании особого добровольческого Уральского танкового корпуса одобряем и приветствуем! Сталин! Уральский добровольческий танковый корпус Уральский добровольческий танковый корпус – это единственное в мире танковое соединение, полностью созданное на средства добровольно собранные жителями трех областей Свердловской, Челябинской и Молотовской, ныне Пермский край. Металл для танков выплывили в Свердловске, Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Серове, Первоуральске, Алапаевске. Рабочие Красноуральска, Кировограда, Ревды, Каменско-Уральского снабдили медью и алюминием, а других заводов Урала танкостроители получали моторы, орудия, приборы, агрегаты, радиопередатчики, боезапас. 115 тысяч подали заявление, только 9 660 человек были отобраны для прохождения службы в добровольческом танковом корпусе. Одновременно по всему Уралу прошел добровольный сбор средств, было собрано свыше 70 миллионов рублей. На эти деньги были приобретены боевое оснащение, вооружение и обмундирование для солдат и танкистов. Соединения и части танкового корпуса формировались в следующих населенных пунктах Свердловск, Молотов, Пермь, Челябинск, Нижний Тагил, Алапаевск, Дегтярск, Троицк, МИАС, Златоуст, Куса, Кышты. Танковые бригады, разведывательные мотоциклетные батальоны, медико-санитарный взвод, самоходно-артиллерийский полк, минометный полк, дивизион реактивных минометов «Катюша», батальон связи, саперный батальон, Мотострелковый батальон, бронеавтобатальон, мотострелковые бригады, роты противотанковых ружей, ремонтные бригады, инженерно-минометная рота, роты механического обеспечения, рота подвоза ГСМ. Родные наши сыны и братья, отцы и мужья, на свои средства снарядили мы добровольческий танковый корпус. Своими руками, любовно и заботливо, ковали мы для вас оружие. Дни и ночи работали мы над ним. В этом оружии наши заветные и горячие думы, о светлом часе нашей полной победы. В нем наша твердая, как Урал, камень воля. Сокрушить и истребить фашистского зверя. Ждем вас с победой! Мы клянемся очистить нашу священную советскую землю от немецких оккупантов, отомстить врагу за все его злодеяния и надругательство над нашим народом. Мы клянемся всегда высоко держать честь гвардейского знамени, победоносто нести его до полного разгрома врага. Если потребуется, каждый из нас не пожалеет отдать своей крови и жизни во имя победы над врагами. Мы клянемся хранить и умножать вековую славу Урала, славу русского оружия. Специально для Уральского танкового корпуса в Златоусте было выпущено 3356 финских ножей. Это короткие клинки с черными рукоятками. Шварцмессер панцерн дивизион, танковый дивизион черные ножи. Так назвала немецкая разведка Уральский корпус на Курской дуге летом 1943 года. Перед нами опять появились Уральские черти. Мы слишком хорошо знаем их по прежним боям. Они упорны и сражаются, даже когда тяжело ранены. В 1943 году Сталин подписал приказ номер 306, согласно которому 30-й Уральский добровольческий танковый корпус был преобразован в 10-й Гвардейский Уральский добровольческий танковый корпус. Танковое соединение получило почетное звание Гвардейского за проявленную отвагу в боях за отечество с немецкими захватчиками, за стойкость, мужество, дисциплину и организованность, за героизм личного состава. Наименование Гвардейские было присвоено всем частям корпуса. Кроме того, каждая часть получила Гвардейские знамена. На лицевой стороне знамени изображался портрет Владимира Ильича Ленина с надписями «За нашу советскую родину». Гвардейское Красное Знамя обязывает весь личный состав Гвардейских армий и корпусов быть образцом для всех других частей и соединений Красной Армии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова